Всем доброго времени суток! Севка со всей честной компанией решили посетить зоопарк. Я посмотрела, какие там животные содержатся, как они содержатся, и, конечно же, мне сразу пришел на ум зоопарк Зубкова, Тайган. Да, это и парк, и зоопарк, и сафари. Вот там животные действительно живут в приближенном к естественной среде обитания месте. Совсем разные зоопарки, если сравнить. Понятное дело, что все не могут быть одинаковыми. Есть где-то лучше, есть где-то хуже, но все-таки я вот вспоминаю, как этот Олег, он и с львами обнимается, и с ягуарами, и с медведем, с орангутаном. Вообще, это ужасно. Я не знаю, я бы так не смогла бы. Ужасно в смысле того, что страшно, честно говоря, даже через экран, когда смотришь, сразу думаешь, это же дикое животное. Что придет ему в голову в следующую секунду, ведь никто не знает. Я смотрела, как он кормил этих львов, ой, и этим зайцем. Честно, я выключила, хорошо, что он предупредил, сказал всем впечатлительным, и которые не могут на это смотреть, пожалуйста, выключите, перемотайте, отойдите от экрана, в общем, как-то себя огораживайте. Огораживайте. Но для животного это необходимо, именно вот так вот выпустите, чтобы оно охотилось. Ой, страшное дело, бедный зайчик. Но поделать действительно ничего нельзя. В живой природе они, в принципе, так все и живут. Кто-то где-то, кого-то как-то, но пожирает. Вообще, меня поражают вот двуногие особи. Человек, я сейчас вот про Олега, пару слов еще. Вот делают большое дело, вот нет же, надо обязательно вставлять палки в колеса. Вот покоя этот человек им не дает. Вот зоошиза накрывает некоторых капитальнейшим образом. Почему вот люди сами, например, ничего не делают, но другому помешать, это для них смысл всей их жизни. Ну так вернемся к Севкиному видео. Я так понимаю, что лично его зоопарк остался в другом городе, а его-то уже тянет. Привычка-то ему дана свыше. Да он и сам-то недалеко ушел от приматов. Ну вот и потянуло его в приближенную к естественной среде обитания месту. Как дикошары себя вели. В принципе, ожидать чего-то другого от Самвела было бы даже и неразумно, я бы так сказала. Он до этого выложил видео, где они жарили шашлыки вот у этого Керри и... Как его чар... Я даже не запомню. Гарик, Гарик, вот. Гарик и Керри. Как они там себя вели. Это просто какой-то кошмар. Как ненормальные. И хихикали, и орали, и лазили по этой территории. Вышли, увидели эту мышку. Кстати, я тоже подумала, что это крот лежит мертвый. И начали там крутиться. Господи, вот. Ну я, честно, вот. Ну я не знаю. Такое ощущение, что люди не получили абсолютно никакого воспитания. Странное поведение. Вот. Очень странное. Ну вот, зато, с другой стороны, это очень хорошо можно будет, так сказать, поразмыслить и понять вообще, что человек, в принципе, представляет из себя. Ну кто давно Севку смотрит, все это давно понимают, что он из себя представляет. Ну это еще одно, скажем так, лишнее доказательство тому подтверждение, мнению, которое о Севке уже сложилось. В зоопарке ходили. Точно так же, в принципе, как они вели себя в доме у вот этих вот людей. Животных цепляли. Ну, собака собаку, завжды займы, как казала моя бабушка. Пошли обезьян смотреть. Они сами из этого же рода племени. Зачем им хотите смотреть на себе подобных? Увидели кота. Ну все. Вы представляете, что началось с Севкой? Лесной кот. Там местами стеклянное ограждение. Что стали делать? Как вы думаете? Вот ваши версии. Правильно. Вы совершенно правы. Стали стучать в стекло. Кот от них ноги сделал. Драпал без оглядки. Они за ним. Кыс, кыс, кыс. И это все на весь зоопарк. Вообще не люблю я зоопарки. Подошли к тиграм. Тигр, как и кот ходит. Знаете, такой непрекаянный. Вот этот кот кругами там ходил, наматывал круги. И тигр то же самое. Место себе, получается, не может животное найти. Вроде бы территория большая для них отведена. И тигр проходит. Смотрю, спинка такая широкая, упитанный. Ну, значит, кормят хорошо. Шерстка блестит. Стало быть, здорово. У животных сразу по состоянию шерсти можно определить состояние их здоровья. Бывают случаи, когда вот находят маленькими. Вот могу понять, да. Вырастает, и его уже нельзя отпускать на волю. Есть такие, которые как-то содержат там специально. Не показываются особо им, этим животным. Ну, чтобы они так, более-менее в приближенных к естественной среде обитания условиях жили. И тогда их рискуют отпустить. Но, опять же таки, за ними наблюдают. Ну, это такое дело. А вот совсем другое. Когда выловили уже взрослую особь, лишили свободы. И вот эта жизнь в неволе, ну, получается, хоть и золотая, но все ж таки это же клетка. Коля хотел одно время стать гинекологом. Не получится у него. Послушала я его определение. С девочка, а С мальчик. С девочка, С мальчик. Посмотрел на тигра. Определил, знаете, так, на расстоянии, на глазок. Что С девочка, зоркий глаз. А эта девочка взяла и территорию пометила. Все, Коленька, выбрасывай свой диплом или что-то мы ему дали. Бумажку какую-то не годится. Ну, если только эта бумажка не была, типа, такой, прослушал. Тигры хоть и большие, а все равно кошки. Все повадки кошачьи. Обустроили там им импровизированную когтеточку. Намотали шпагат вокруг дерева. Ходит этот тигр, когти точит, мордой трется. Вот был бы прикол, если бы Севка ТВ-шки привез еще одного вот такого котеночка. Я анекдот вспомнила. Мам, давай заведем котеночка. Ой, нет, дочь, а он вырастет и будет срать по углам. Мам, ну тогда давай заведем тигренка. Нет, дочь, а когда он вырастет, по углам срать будем мы. А ведь находятся на самом деле такие любители экзотики. Заводят и крокодилов, и питонов, и лисиц, и волков. А потом либо сами погибают от этих животных, либо родственники, либо друзья. Смотрела историю, как одна тетя завела, представляете, орангутанго. Он вырос и в период гона, естественно, стал вести себя неадекватно. Она ему там какие-то успокоительные давала. Но что-то не очень-то все это помогало. Позвала подругу, представляете. Приедь, помоги мне утихомирить моего домашнего питомца. Эти ж обезьяны, они же здоровые. И под 100 килограммов бывает вес у них. Как подруга могла успокоить загулявшего самца? Я честно не могу понять. И сама-то подруга без царя в голове приперлась ведь. Ну, пришла она, естественно, животное на нее набросилось. Хозяйка питомца, знаешь же, шмыг в машинку спряталась. Ну, и оттуда наблюдала, как этот рвет ее подругу. Можете представить. Ну, вызвала она службу спасения. Ехали они минут 10. Представляете, 10 минут животное терзало вот эту женщину. Пока они смогли расправиться с животным, это же еще время прошло. Женщина осталась жива, но последствия. Руки подгрызал, глаза повыцарапал. В общем, жутчайшие повреждения получила. Ну, инвалид до конца дней. И таких случаев миллионы. И все равно людей это не останавливает. Одна вот ненормальная с крокодилами жила. Три крокодила у нее жили в доме. Представляете, до поры до времени, пока не схомячили. Вот только я не помню, то ли ее, то ли ее сына схомячили. Ну, кого-то, в общем, они сожрали. Вот вам и экзотика. Дошли до жирафа. Вот кого-кого, а жирафов я обожаю. Я не знаю, почему они мне так нравятся. Красивое, на мой взгляд, животное. Как-то располагает к себе. Ну, и рассветочка, знаете, такая веселая, позитивненькая. Вместе с жирафом там еще страусы ходили. Прикольная птица. Но нелепая, на мой взгляд. Сама какая-то здоровая, голова маленькая. И выражение у нее, вот смотришь на ее глаза, как у бестолковки. Балда-балдой. Снизу такая, знаете, коняка с мощными этими лапами. Сверху голова, как спичка. Далее подошли они к черепахе за стеклом. Удивило их ее поведение. Шо знаю, говорит Севка, шо знаю. Ну, как шо с нею. За стеклом, представляете, толпа людей. Дети орут, в стекло стучат. И таких неадекватов она за время пребывания столько повидала, что по неволе же чокнуться можно. И вот она вдоль этого стекла входит туда-сюда. На стекло пытается лапами залезть. Но в самом деле поведение такое, как... А впрочем, как у всех там животных. Какие-то вот одинаковые движения она постоянно выполняет. Вот эта черепаха, она мне напомнила ТВ-шку. Как та листья салата ела. Часть листа уже из опы лезет, а вторая еще изо рта висит. И как она плямкает, вот это зубами перетирает. Жуткое зрелище. Но очень похоже, вот странно, да, с одной стороны. Человек и животное, ну вот есть очень много общего. Дошли до зебр, висит вывеска, не дразните животных. Но вот не просто же так, да, написано это все. Люди сами не понимают, что нельзя этого делать, да. Приходится им писать. И то, я больше чем уверена, что для тех, кому это не свойственно, им и напоминалки вот такие не нужны. Кто без царя в голове, хоть что таких напиши, они все равно будут дразнить. Прыгать перед клетками, какие-то выкрикивать слова, стучать в стекла. Бесполезно людям говорить, некоторым. Вот есть такие отдельные личности. Дошли до слона. Вот слона тоже жалко. Я столько раз видела в фильмах про животных, как в дикой природе слоны идут к водоемам, начинают купаться. Они так любят воду. А этот, нему бы водой помыться, он на себя песок сыпет. И вот опять те же движения, что у тигров. Вот как-то, знаете, крутится из стороны в сторону. С ноги на ногу переступает. Ну вот стоит и шатается. Я не знаю, мне кажется, это какое-то нарушение психики у животных. Вот содержание бегемота мне относительно понравилось. Хоть из средних бассейнов размер, но все-таки лучше, чем вообще ничего. Помню, была в одном зоопарке, там бегемот постоянно с открытой пастью стоял. Эту еду так выпрашивал. Закроют, ну только когда надо переживать, если кто-то что-то ему кинет. А этот прям резвится в воде. И вообще не обращает ни малейшего внимания на толпу, которая на него глазеет. Ну и смотрите, а вон оно звезда. Идут дальше. Тропиночка. Лежит котик. Тихо, мирно, сопит в свои две дырки. Я, честно, внутренне даже метнулась. Думаю, сейчас начнет либо глаза чистить, либо в уши пальцы совать, либо все это делать одновременно. Ему же все равно, какому коту это делать. Он себя убедил, что котам это безумно нравится. А он такой катаман, ему же для котиков, ну ничего не жалко. Он любого готов осчастливить ковырянием во всех дырках. Но этот котик явно был поцелован богом. Его пронесло. Погладил севка. Кот вообще никак не отреагировал. Видимо, сытый. Ему тепло, хорошо, очень крепко спал. Достаточно аккуратно севка погладил. Ну и пошел дальше своей дорогой. Кому пошел? К розовым гусям. Мама дорогая. Розовые гуси. Потом сказал, розовые лебеди. Догадались, о ком речь? Потом выдал. Фламинго. Я же, знаете, так хлопнула в ладоши, говорю, бинго. Что-то фламинго почти белые. Мало рачков там. Либо их вообще нет. Питание. Все связано, конечно же, с питанием. Питание однообразное. Им тогда, если вот в неволе содержат, они там, по-моему, через пару лет начинают вот этот пигмент перьев терять. Им надо морковку и свеклу добавлять. Но если уж рачков нет. Вот тогда бы они точно сохранили бы этот пигмент и были бы розовыми фламинго. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.